97 серия. Участок Мурманск, Магадан. Девятый день пути. В этой серии будет пройдено 70 километров. Движение в сторону Новосибирска. Позади остался Омск. Теперь комментарии, которые поступили к этому часу. Жизнь во всем многообразии. Этот логин из рекомендаций экспертов одного дорогого и топового 4К-регистратора. Я думаю, эта информация будет очень полезна тем, кто будет заниматься съемкой. Ценная и, я думаю, очень нужная и полезная информация. Как расположить видеорегистратор и так далее. Я уже говорил, что сделать уже ничего нельзя, потому что видео уже отснято. Я старался как можно лучше, но как получилось, это уже смотрите сами. Субтитры сделал DimaTorzok. Сергей Трошин. Из-за заболоченности почвы и реизбытка влаги. Такие деревья полно, если ехать на поезде от Ошима до Омска. Это в 94-й серии я разместил несколько фотографий, где на обочине деревья стоят погибшие. Это не только на участке от Ошима до Омска. Это я просто остановился и заснял, потому что это сильно бьет по картинке. И очень неприятно смотреть на погибшие деревья. Таких видео будет далее очень много. И на Колыме, и в Якутии, и в других регионах. Возможно, там близко каменный грунт, то есть скалы. Возможно, вечная мерзлота. Возможно, заболоченность. Причин может быть много. Это просто обратил внимание на то, что по трассам России очень много участков, где деревья просто стоят, поднялись и не до определенной высоты, выросли и погибли. Ну, может быть, это будет интересно экологам. Субтитры сделал DimaTorzok Я уроку благодарил, он подержался вправо, чтобы я мог видеть, что впереди. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Калагин Так как в это время на Коломежу во всю зима. И в 20-х числах месяца температура минус 20, минус 30. Это обыденное явление. Для справки, откроете архив погоды и так далее. Я отвечу так. Значит, вот подойдет период, когда я начну размещать серии трасси R-504, A-360. Я же проехал туда и обратно. Вот трасса Амур через Якутию и Магаданскую область. И возвращался тоже по этой же дороге. Так вот, уже покидая Якутию, меня застали дожди. Уже пошли дожди. Потом снег, перевал горный. И у меня это было опасение, что резина-то летняя. И я вот боялся попасть в неприятную ситуацию. Тут на видео я не сказал, какого числа. Это октябрь месяц. Так вот, в октябре месяце я повторю, что на Колыме и в Якутии, ну, в Магаданской области и в Якутии уже шли дожди. И просматривая видео, которое сейчас я обрабатываю, ну, большой маршрут, там сами сможете убедиться, что какого числа, когда был дождь и так далее. Я скажу только одно, что ночевал в автомобиле на трассе R-504, A-360. Так вот, ночью стекла внутри замерзали, покрывались инием. И чтобы рассмотреть, что там творится, расцвело или нет, приходилось ногтями соскрыбывать вот этот иний. Температура в это время, когда я там был, ночью опускалась, дай мне Бог памяти, ну, до 8, до минус 8, минус 10 градусов. И днем поднималась до плюс 2, плюс 4 градусов. Это факт. Вот то, что я могу сказать. Ну, а на этом видео, то, что вот прислали мне по WhatsApp ребята из Уснеры, к сожалению, там не указана дата, ну, снимали на смартфон, нет даты. Поэтому точно сказать, ну, что-либо более конкретно я затрудняюсь. Руковое движение, первый взъезд. Прямо 5 километров. Так, аши все на 5 километров. Так, Артем 33 написал, но это серия 047. Второй круг. Этот старт был в Мурманске, в сторону Магадана. Я там про... Я там сказал в радиокомментарии, что просмотров мало и так далее, и так далее. Вот. И смогут ли все, кто начал смотреть это видео, дотянуть, хватит ли у них выдержки, нервов, досмотреть все эти серии до конца. А таких серий, я вот прикинул, будет около 600. Ну, так вот, Артем 33 отвечает. Я тоже досмотрю. Кто-то будет отрывками смотреть какие-то участки. Или наоборот. Я думаю, ближе к Якутску и Магадану просмотров будет больше, так как трасса очень интересная. Так, благодарю Артема. Значит, Сергей Трошин. Это по моим плутаниям в городе Кургане, когда я не мог найти фирму, где бы поменять масло, пишет. Вместо того, чтобы вбивать название фирмы, можно вбить адрес, улицу и номер дома. К сожалению, у меня было только название фирмы. Ни улицы, ни адреса. Не было такого. Поэтому искал его по названию фирмы. Теперь такой вопрос. Вот я разместил 96-ю серию, ведя навстречу пожеланиям «Жизнь во всем многообразии» пользователей. Немножко подкорректировал цветовую гамму видеоролика. Мне бы хотелось узнать ваше мнение. Стоит ли корректировать в таком формате, в такой колористике следующее видео? И лишь вернуться к видео без какой-либо коррекции. Почему мне это очень важно? Потому что я бы хотел снять А-360 и А-504 в максимально информативном, комфортном и приятном для просмотра формате. Чтобы картинка была ясная и какую информацию еще можно. Я не хотел, не хочу брать из википедии, такое, это может любой прочитать. Я хотел просто найти людей, которые могли бы неформально дать информацию или аудиофайлам, или же написать письменно какую-то информацию, исторические факты, личное наблюдение и переживание о этом участке. от развязки с трассы Амур до Магадана и обратно. Я думаю, это было бы многим интересно узнать, услышать, потому что как таковой информации об этом регионе России, к сожалению, очень и очень мало. Так что пишите, помогите мне в плане максимального, максимально сделать так, чтобы видео было приятно и смотреть, и полезно слушать. Буду очень благодарен. Ну а далее, пока комментариев других нету, смотрите видео. Так что, опять ошибся, что ли? Не, ну я, по-моему, не исправил. А, здесь. Как вроде, у нас на Янга буду заезжать, помочь я. Так что, опять же, я, по-моему, не исправил. Вот она, стояночка. Так, маленькие машинки на право. Так, дождь, баня, сало, на всё, что хочешь. Лучше не снашу там. Не знаю. Вот здесь я встану. Чуть-чуть дальше. Ё-моё-моё, да что ж такое, а? Со мной. Поработаем на газете. Так, пойду за сигаретами, схожу. И посмотрим, может там, по-моему, снимкам сделаем. Так. 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 Ага. Так. Продолжение следует... 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 Вот теперь на трассе, часа через полтора-два, можно будет искать место для ночевки. Тут полотно дороги немного похуже, но полметричное. Через полтора километра полковое движение, второй взъезд. Так, круговое движение. Через 500 метров, круговое движение, второй взъезд. Парк предсъезд, второй взъезд, парк предсъезд. Круговое движение, второй взъезд. Ты как-то видишь, интересно. Прямо 517 километров. Вот так, да? Так, до челына тоже не докинул. Так, до челына тоже не докинул. 400 километров, это слишком много. Так, да? Так, да? Так, да? Продолжение следует... Когда я шел на обвод, он включил левый поворотник, то есть тем, кто за мной шел, он предупреждал встречную полосу. Пока погода более-менее для съемки приемлема, надо ехать. Продолжение следует... 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 И он правым подсказал, чтобы была панорама получше съемки. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Думаю, дождь немодолго Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, дождь немодолго ДимаTorzok Думаю, дождь немодолго 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok